Продолжение следует... Очень много всяких сказок. Это такой персонаж, похожий на Микки Мауса и Альберта Эйнштейна. То есть, на самом деле, выдумок очень много, мифов очень много. И боюсь, что большая часть слушателей знакома с ним по детским книжкам, раскраскам, которые продаются во всех магазинах и имеют очень мало общего с реальностью. И по фильмам Спилберга, у которого консультантами являются американские палеонтологи, которые в основном геологи по образованию. И поэтому динозавры, они похожи на все, что угодно, только не на то, что было на самом деле. Хотя, глобальное сходство есть. Тем не менее, это популярные персонажи, и у них, как бы кто ни думал, все-таки есть мозг. Ну, с мозгами у них отдельная история. Мы разберем подробно и внимательно, кто на ком сидел и каким образом их мозги работают, что можно было от них ждать. Но для того, чтобы начать этим заниматься, мы должны познакомиться с самой темой, потому что, как я говорил, детских книжек недостаточно. А учитывая, что в нашей стране специалистов и профессионалов в этой области раз-два и обчелся, я сегодня попросил прийти к нам в студию Владимира Дольфовича Олефанова, который является, с моей точки зрения, главным специалистом по динозавру в нашей стране и который расскажет те самые общие представления и все те самые даст общие знания, которые необходимы, чтобы перейти к подробностям. То есть, к мозгам и к личной жизни динозавров. Здравствуйте, Владимир Рудольфович. Расскажите, пожалуйста, о том, как вообще началась вся эта динозавровая эпопея, которая, собственно говоря, имеет не такую уж продолжительную историю, поскольку наша история, науки как таковой, она на самом деле не такая уж и продолжительная. Палеонтология по сравнению с другими науками не такая молодая, не такая модная и пользуется все теми же самыми старинными приемами, что и столетия назад. Расскажите, с чего началось в мире, а потом с чего началось в нашей стране? Что бы я хотел подчеркивать, что слово палеонтология? Извините, господа, мы сейчас немножко прервемся. Значит, дело в том, что мы немножко изменили позицию нашу, связанную с локализацией в студии. Но сейчас продолжим после некоторых небольших манипуляций технических. Ну, дело в том, что все требует некой подготовки, и мы, я вдвоем, мы еще передачу не вели, и по этой причине я, конечно, так сказать, недостаточно готов к этому процессу. Но вот теперь можно, я думаю, начинать. Да, Владимир? Да. Еще раз здравствуйте. Вот, ну, чтобы я мог по этому поводу сказать, что слово палеонтология и самое первое представление о динозаврах, они появились, ну, примерно в одно и то же время, около 200 лет тому назад. Вот. О динозаврах стало, вообще-то говоря, известно давно. Но у палеонтологии существует такой длинный донаучный период, вот, и если там углубляться во все эти детали, то, наверное, с остатками динозавров еще встречались древние китайцы, которые находили отдельные острые зубы каких-то древних существ и приписывали их мифическим драконам. У монголов есть очень любопытная такая легенда о небесных обитателях неба, они их называли лунный яс или небесные драконы. Это араты находили большие кости у себя в Монголии и приписывали их вот таким мифологическим персонажам. То есть, основания для таких длинных китайских змеев некоторые было? Было, да, да, да. Вот, ну, в Европе, конечно, палеонтология созревала достаточно давно, вот, и находки были любопытные, и представления такие самобытные. Ну, вот, где-то, дай Бог поймите, в 18-м столетии вначале нашли скелет саламандры, вот, и стали многие ломать голову, что же это такое, поскольку палеонтологические находки еще были в то время диковинны. Вот, ну, здесь поспешила вмешаться церковь и объявила вот эту гигантскую саламандру, вернее, остатки этой гигантской саламандры, принадлежащей древнему человеку, который погиб во время потопа. Ну, в народе это быстро окрестили, как стали называть эти остатки, принадлежащие, значит, утонувшему грешнику. Понятно. А более современное такое, приближенное к нам, когда уже стал приобретать контуры научного занятия. Вот, в 677 году такой Роберт Плотт, британский натуралист, опубликовал первую находку динозавра, это была действительно кость, он ее зарисовал. То есть, одна кость? Это была одна кость, фрагмент бедренной кости, вот, ну, слова динозавра не было еще, вообще палеонтологии как таковой не было, ну, и он стал голову ломать, что же это могло быть такое, ему ничего в голову другого не пришло. Как предположить, что это кость слона, которого когда-то римляне, которые, как известно, Британию завоевали, затащили на британские острова. Ну, были и другие версии. Вот, а так постепенно-постепенно ситуация созревала, и в начале 19 века пошли уже настоящие находки динозавров, за которые взялись специалисты. То есть, появились первые скелеты или черепа, что с чего? Нет, сначала это были отдельные находки, вот, в той же Южной Англии, вот, Уильяму Бакленду, он был профессором Оксфордского университета, профессором геологии, вот, и ему в руки попала большая такая челюсть с крупными зубами, вот, которую он решил изучить, и однажды представил в виде мегалозавра. Когда челюсть была большая, зубы были большие, ну, у него было представление, что это была какая-то древняя гигантская ящерица. Вот, а параллельно шла работа у любителя палеонтологии, такого Гидона Ментла, он тоже англичанин, который работал с зубами и фрагментами костей древнего ящера, но он не знал, какого долгое время. Вот, и та, и другая находки, это порядка 1816-18 годов, вот, он списался с Жоржем Кювье, который считается основателем палеонтологии, вот, и Жорж Кювье полагал, что зубы принадлежат носорогу. А Ментл, любитель, этому не поверил. И однажды, о чудо, он был врач-хирург, и однажды на митинге хирургов в каком-то музее он видел скелет игуаны, присмотрелся, а зубы похожи. Вот, и тогда на свет появился игуанадон, это вот были первые два динозавра, вот, ну, потом были еще находки, и в 1841 году самый знаменитый английский палеонтолог Ричард Оуэн опубликовал представление о динозаврах, и появилось тогда же слово динозавры. Оуэн считал динозавров толстокожими вторичного периода, вот так он их называл. Ну, толстокожие, это, понятно, слоны и носороги, по зоологическим данным устаревшие, правда, а вторичный период, тогда уже, так сказать, сложилось представление о геохронологической шкале, вот, вторичным периодом назывался мезозой. Ну, вот, толстокожие вторичного периода, вот так сначала представляли динозавров. Ну, а потом пошло-поехало, стали находить динозавров и не только фрагменты, но и целые скелеты, и в Европе, и очень много в Америке. Вот в Америке в конце, во второй половине 19-го столетия Ричард, ой, извиняюсь, Коп и Марш, вот два знаменитых палеонтолога и динозавролога, за 13 лет опубликовали описание 130, примерно, 130 видов динозавров. То есть, когда на них стали обращать внимание, их стали находить. Да, да, и там, более того, там начался такой карнавальный спорт, кто больше опишет этих динозавров. Ну, да, ну, вечно, кто главный. Да, и вот с Маршем, от Нилом Маршем связано, наверное, вот начало изучения динозавров в России. Он на склоне лет предпринял визит по музеям Европы и попытался даже попасть в университеты России, Петербурга и Москвы, где, по его представлениям, какие-то находки динозавров должны были быть. А они были, интересно? Ну, вот к его разочарованию ничего там такого не обнаружилось. И вот однажды Марш в одном своем труде опубликовал такую ироническую фразу, которая является прологом к изучению динозавров в России. Он написал, что динозавры России, как змеи Ирландии, примечательны только тем, что их нет. Вот, ну, и как раз в начале 20-го столетия появились действительно первые находки, которые мы можем так или иначе отнести к динозаврам. К динозаврам они еще, так сказать, фрагментарные, неполные, но, видимо, это уже начало вот новой истории в палеонтологии России, связанных с динозаврами. Да, и вот в России-то кто начал, собственно, это дело, обратил внимание и как-то обосновал необходимость этих исследований? То есть, нашел что-то такое, что убедило всех окружающих, в том числе и правительство и Академию наук, в том, что этим надо заниматься? Ну, у нас в то время был специалист по ископаемым рептилиям по фамилии Рябинин, вот, и вот с ним и связаны первые такие описания исследования научных динозавров. Ну, первая находка последовала из-за Байкалья, вот, а потом в его руки стали попадать материалы, которые поступали из разных регионов России, но там была еще очень интересная история, где-то вот в районе 16-17 года, была у нас от геологического комитета, где Рябинин работал, была экспедиция на Дальний Восток. Вот там очень любопытная история, она такая своеобразная, поскольку динозавров нашли не на территории России, а на правом берегу Амуры, который был тогда и сейчас китайским. Но в то время, в начале 20-го столетия, он был дикий. И вот местные рыбаки, казаки плавали туда ловить рыбу, там обратили внимание на то, что из-за обрыва выпадают какие-то крупные кости непонятные. Вот призвали местного журналиста, таким выступал полковник Монакин, который написал по этому поводу заметочку в местной печати. Заметочка оказалась перепечатана уже в петербургской печати. В 14-м году на это местонахождение, оно по-русски называлось Белые Кручи, уже попал первый профессиональный палеонтолог, и он оттуда привез уже образцы. Образцы попали на стол Рябинину, и тот сделал заключение, что кости принадлежат динозаврам. В 16-м году состоялась первая динозавровая экспедиция на Белые Кручи. То есть она вообще пел живая в России была? И в России она и межнародной получается, и вообще в Азии даже. Потому что американцы открыли динозавров в 1922 году в Монголии, это уже несколько лет позже. И в 1917 году была на Белых Кручьих экспедиция, результаты которой пришлись уже на революцию, там сложные годы были. И Рябинин опубликовал эти материалы уже спустя несколько лет, в 1924-1925 годах, ну и еще к этому возвращался. То есть получается так, что вот с дальневосточных динозавров началась вообще русская палеонтология. Ну по сути дела да, там был описан большой материал, смонтировали скелет, который... То есть почти целый был, да? Почти целый, да. Ну он оказался таким сборным, вид валидным или правильным не признается, но тем не менее это была эффектная такая находка для своего времени. Вот назвали этого динозавра манджурозавр. А скажите, а какая ситуация была попозже? То есть где еще у нас есть точки роста, потому что теперь, естественно, берег принадлежит Китаю, но и на нашем берегу что-то было найдено, и в других местах, там Двинские находки, безбогом неизвестны. Ну потом туда, на Дальний Восток вернулись палеонтологи спустя много-много лет. А до этого все-таки были попытки собирать материал в Средней Азии. Ну вот геологи изучали, так сказать, обстановку геологическую, собирали попутно материалы, привозили. Была специальная экспедиция палеонтологического института под руководством Ивана Антоновича Ефремова, который материал не очень-то собирал. Но вот он попытался сделать прогноз, ему показалось, что... Динозавров он нашел, но ему показалось не очень это перспективно, и мысли его лежали дальше. Он думал, что для развития палеонтологии лучше ехать в Монголию. И в Монголию планировали поехать первой экспедиции до войны, и в 1939-м планировалось, в 1940-м, в 1941-м, но там как-то ситуация не сложилась, потом началась война. Но после войны в 1946-м году вот этот проект монгольской экспедиции, он состоялся. Но он продолжается до сих пор или как? Значит, там было три таких полноценных полевых сезона, или три года до 1949-го года. Вот, потом был перерыв, а с 1969-го года начала работать совместно тогда советско-монгольская палеонтологическая экспедиция, которая потом перешла в российско-монгольскую или монголо-российскую. Вот, ну и сейчас это все существует, ну, правда, вот за недостатком финансирования, так, волна поезда к Монголию, она, конечно, так сказать, понизилась резко. Ну, кто-то в Монголии же сейчас работает. В Монголии работают, в Монголии был воспитан большой такой контингент палеонтологов разных специальностей, в том числе и по динозаврам. Вот, и сейчас довольно много специалистов, но они в большей степени сейчас ориентированы на западные страны, Японию, Америку. Ну, те страны, которые там поддерживают какую-то экспедиционную деятельность. Ну, то есть, те, кто приносит финансирование просто для того, чтобы это все существует. Поиски и раскопки это дело очень дешевое, требуют затрат и времени, и средств, и людских... А вот кроме этих находок монгольских, которые, как я понимаю, Ефремовские, кстати говоря, напомню, Ефремов является великим русским фантастом, значит, советую почитать его многочисленные книжки, это полезное чтение, особенно для подрастающего поколения, кроме того, что он известный палеонтолог. А вот кроме экспедиций в Монголию, которые, как я понимаю, стали базой для создания института, в том числе палеонтологии, института, он когда был и кем создан, и как это все происходило? Да, кроме... Вот, и что для, значит, новой организации науки, которая в стране Советов почти заново формировалась, ну, благом будет палеонтологические исследования в самостоятельном русле, а для этого нужно было создать палеонтологический институт. Но он, как я понимаю, он создавался в основном как зоологический институт, то есть связанный с позвоночными, в первую очередь, или как? Или это было такое междисциплинарное учреждение сразу? Ну, он был создан на базе такого палеозоологического, что ли, отдела. Ну, потому что у нас палеоботаниками много где занимаются, как известно. Ну, да, да. Вот. Ну, в первую очередь, как палеонтологии позвоночных на первых этапах, но потом все-таки исследования палеонтологические только к этому не сводятся. Сейчас появились и, значит, палеонтологи беспозвоночных, а сейчас есть и палеоботаники, такая серьезная когорта в палеонтологическом институте. Его, в целом, институт такой многопрофильный, развивается по разным направлениям, но вот одно из направлений – это, конечно, ископаемые рептилии и, конечно, динозавры. Да, вернемся к рептилиям. Ну, естественно, все пионеры лазят по карьерам и всякие любопытствующие подростки, да и не только подростки, такие бородатые дядьки. Значит, вопрос такой. У нас-то в Подмосковье что-нибудь есть и в другие зоны находок, кроме Амура, до которого довольно далеко добираться? Да, есть. Вот, относительно недавно, в конце 90-х годов, в Подмосковье были обнаружены первые динозавры. Это Коломенский район, местное хождение пески. Там обнаружилась линза, в которой были найдены остатки разных животных, в том числе зубы динозавров. Там несколько форм. Но новых видов описать не удалось, но сам факт довольно любопытный. И возраст их средний ура, то есть, где-то там 160-170. То есть, они довольно древние. Древние достаточно, да. Вот. Ну, вообще, в России местонахождений-то не очень много по сравнению, там, например, с Америкой или Канадой. А с чем это связано? Это связано, я думаю, что с особенностями природной обстановки, довольно влажно, все задерновано. И, кстати говоря, местонахождение динозавров, они, как правило, связаны с хозяйственной деятельностью человека. Это, как правило, находки, которые были сделаны во время строительства карьеров, дорог, шахт, прокладки шахт. Понятно. То есть, иначе говоря, на самом деле, любое обследование любого карьера может принести некоторую неожиданность. Теоретически, да. Но практически, все-таки, по всей территории нашей страны число местонахождений считано. Вот. Находки есть, ну, значит, кроме Подмосковья, по Волжье. Ну, например, если переместимся в Сибирь, вот, Кемеровская область, Красноярский край, ну, на Дальнем Востоке, в Якутии, на Чукотке, ну, вот, при Амурье, там несколько местонахождений. Вот, в 2000 году, кстати, вернее, начали в 1999, а закончили уже в первых годах 2000-х, вот, выкопали скелет целый, первый, позднемеловой, первый скелет позднемелового динозавра, которого описали как Алора Титана. Вот, но продуктивными местонахождениями являются, вот, местонахождение раннемеловых динозавров в Кемеровской области. Там есть такая деревенька Шестакова, вот, и оттуда, вот, кстати, тоже делали дорогу, прокладывали из Шестакова, там, в соседний поселок, вот, решили срезать холмик, и вдруг пошли кости динозавров. А там работали рядом геологи, палеозоологи, они тут же явились, посмотрели, и сделали заключение, что тут перспективно что-то такое добывать. И вот сейчас, с 95-го года, там регулярно палеонтологический институт присутствует, раскапывают, последние годы, вот, интенсивные раскопки, и там выкопали больше десяти скелетов, динозавров, которые относятся к роду пситокозавр, его даже обозвали пситокозавр сибирский. Понятно. Но есть еще находки. Вопрос теперь такой, сама группа-то очень большая и гигантская, чем она радикально отличается от других, как сформировалось, ну, название динозавров мы поняли, откуда произошло, а вот теперь, а как группа, чем она так отделена от всех остальных, что является характеристикой динозавров, что позволяет их там с большей или меньшей уверенностью дифференцировать от других животных, и что является их очень характерными признаками, такими, которые легко понять слушателям. Как ни странно, вопрос очень сложный. Вообще-то, если читать популярную литературу, специальную, вот, что-то такое вот серьезное выяснить по этому поводу, очень сложно. Но откроем какую-нибудь энциклопедию, мы сразу там узнаем, что динозавры это крупные, мезозойские, присмыкающиеся, у которых там в черепе два височных окна, то есть, они диапсидные рептилии, и так далее, и так далее, но в том-то и проблема, и загадка этих динозавров, какие динозавры там настоящие, а какие среди динозавров сомнительные группы. Оказывается, что среди динозавров в составе могут находиться группы, которые, возможно, произошли... Вот есть настоящие динозавры, а есть динозаврообразные какие-то рептилии, их тоже иногда считают динозаврами. Ну, если мы вот их так будем воспринимать, то определение найти очень сложно. Ну, вообще-то говоря, динозавры, ну, такие классические или истинные динозавры, это обычно животные, рептилии, присмыкающиеся, у которых очень специально устроен таз, он иногда напоминает по строению таз птиц. Вот, и у них своеобразная такая походка, у них коленочки развернуты вперед, не как у рептилии обычно в сторону, развернуты вперед, и у них такие конечности, которые построены по типу птичьих. Они ходят на задних лапках и на пальчиках, не на стопе, при походке опираются не на стопу, а на пальце. То есть это бипедальные существа? Ну, мы знаем, что психологи отрицают существование других бипедальных существ, кроме человека, и курочка за обедом на них не производит никакого впечатления. Ну, вполне возможно, что исходно они были такие двуногие, бипедальные, вот, но были такие тяжелые формы, которые на двух ногах передвигаться не могли, или их условия обитания были такие, что им этого не требовалось, они вполне, так сказать, нормально переходили на четвероногое передвижение. Есть такие группы, для которых представить двуногость невозможно, например, панцирные динозавры. То есть они могли и не быть двуногими когда-то, в далеком прошлом? Нет, они могли быть в далеком прошлом и двуногие, но потом у них все преобразовалось таким образом, что это стали обязательно четвероногими существами. Здесь пришли вопросы, через телеграмм, особенно вопрос интересный. Значит, Алексей спрашивает врачи, два зуба и пара фаланг уже подмосковные динозавры, может, их туда привезли и захоронили для пущей сенсации, чтобы денег на гранты у государства выпросить. В связи с этим, сколько это не вопрос, а некая его точка зрения, значит, у него вопрос такой. А много у нас вот этих самых коварных динозаврологов, которые просто почти расхитили государственный бюджет? Сколько у нас вообще специалистов в нашей стране? Ну, очень немного. Но если без меня, то я прямо сразу могу вспомнить еще человек пять. Отлично. Да, конечно, это огромный урон государственному бюджету, мы его наносим, учитывая зарплату ученых и отсутствие денег на экспедиции, о чем многократно говорил. А другой вопрос, а вот в США, где там высокое цитирование, постоянный интерес, огромные выставки, музеи, продажи всякого барахла. Я там непосредственно в магазинах для мальчиков и родителей, таких развлекающих и обучающих видел просто там по 100-150 долларов отпечатки костистых рыб многочисленных, которые широко продаются. Сколько в США, учитывая интерес к этому делу, съемку фильмов и всего остального, сколько в США профессионалов, с вашей точки зрения, а сколько примерно любителей, которые тоже, как я понимаю, везде и всюду функционируют? Ну, это трудно сказать, я точными цифрами никак не владею, но с моей точки зрения, ну, несколько десятков человек точно. Надо иметь в виду, что палеонтологи там представлены почти во всех университетах, вот, и, как правило, есть специалисты по динозаврам или готовые взяться за динозавров при случае. И, кроме этого, в Соединенных Штатах очень развито такое палеонтологическое общество, которое включает и профессионалов, и любителей. Ну, там просто такие большие клубы заинтересованы в потреблении информации, в изучении, в участии раскопок, в финансировании раскопок. Поэтому это очень все хорошо развито. И вообще, американцы, кстати говоря, считают палеонтологию, вот, в динозавровой своей части, собственной наукой. Ну, на это есть определенные причины. Помните, я говорил, коп и марш, которые описали больше сотни динозавров за короткие сроки. Да, понятно. То есть, ну, у них, как я понимаю, интерес связан с тем, что для многих людей это хобби, в которые они вкладывают еще и средства свои собственные. И таким образом, точки роста не только связаны с научными институтами, но и с частными пожертвованиями, и с частным интересом, в том числе и финансовым, который идет на пользу в целом науке. Есть еще один такой акцент. В Америке очень много научных журналов, которые хорошего качества и финансируются очень прилично. И поэтому престижность этих журналов, она очень высокая. Вот, пожалуй, никак не сравнится с некоторыми европейскими. Ну, а про нас и говорить-то нечего. У нас один палеонтологический журнал существует на всю страну. Ну, и какие-то работы по палеонтологии могут брать отдельные журналы, ну, природа, может быть, иногда зоологический журнал. Ну, есть в Санкт-Петербурге некоторые издания, которые готовы это публиковать. Ну, в целом, это не очень развито. Понятно. Здесь пришло два вопроса, которые я объединю сейчас в один, через СМС-сообщение. Значит, один, а можно воссоздать динозавров при помощи ДНК? И другой, если динозавры почти что курицы, почему генетики дремлют? Ведь можно наладить такой бизнес, что накормить можно будет все неимущее население. Значит, дело в том, что возможности генетиков сильно преувеличены. Дело в том, что геном не сохраняется, ДНК, так, как хотелось бы генетикам. И поскольку никаких просветов в том, чтобы даже получить, значит, полноценную ДНК мамонтов, которые у нас лежат замерзшие на северах, нет. Поэтому о динозаврах вообще речь не идет, потому что они в окрестностях вечной мерзлоты не жили. И тем более их ткани так хорошо не сохранены, как мамонтов. Вот когда из мистификации, которые кудрявые генетики все время обещают уже на протяжении 25 лет, там, реконструировать вымерших людей, вымерших животных, там, оживить мамонта и прочую всякую чушь, когда они перейдут к делу, вот тогда будем, что называется, посмотреть. А пока это голые разговоры как раз для того, чтобы на гранты денег у государства, да и у частных людей выпросить. Еще здесь вопрос интересный, как раз к вам, Владимир Удольфович. А черные палеонтологи существуют? Существуют. Вот недавно была история, широко прошла по масс-медиа, про такого утконосого динозавра неожиданного. Вы в курсе об этом материале? Да, немножечко, да. Расскажите, пожалуйста, потому что интересная такая нашумевшая новость, как это все произошло, где его нашли, как... Ну, речь идет о динозавре, который только что... Описание которого только что появилось в Дейчер. Вот, и у него очень любопытная история. Этого динозавра раскопали как раз черные или нелегальные палеонтологи на юге Монголии. Вот эти классические места, Намгетинская котловина, куда первым попал Иван Антонович Ефремов. Вот, и потом там работали многие отряды разных-разных стран. Ну, палеонтологи работают полевой сезон, а немножко раньше и потом, в течение года туда заезжают такие нелегальные раскопщики. И вот на одном местонахождении они, видимо, добыли скелет, который... Но они, видимо, работают не бесплатно, есть же некий бубновый интерес, как это понимают. Да, 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 да. Значит, это продается на рынке, имеет определенный спрос, и частные собиратели это готовы все покупать. В общем, это не очень и дешево иногда бывает. Ну, вот, один такой скелет был куплен, сейчас я точно не помню ни то бельгийцам, ни то французам, вот. Но что-то там такого случилось, и он решил вернуть этот скелет, может быть, совесть замучила, хотя я сомневаюсь. И он решил вернуть скелет на родину в Монголию. То есть, иначе говоря, как я понимаю, повторю для слушателей, то есть, черные палеонтологи, о которых был вопрос, приехали, быстрее всего местные монголы, как правило, этим занимаются, или там под руководством, соответственно, значит, выкопали скелет уникальный, штучный, тайно-контрабандный, вывезли его из Монголии, продали бельгийцу или французам. А которого не совесть замучила, а дело в том, что, видимо, найдя, что это действительно уникальный, еще не описанный вид, он решил передать, я думаю, что на взаимном интересе, еще одному честнейшему европейскому, теперь уже не собирателю, а ученому, то есть, который такой же точно прохиндей и не брезгует ворованным материалом. Он его решился описать, а для того, чтобы выглядеть поприличнее, после описания, когда уже просто хранить надо скелет, он решил его сдать обратно в Монголию, сделав цивилизованное лицо. Обращаю ваше внимание, статья вышла в журнале Nature, который не брезгует изданием публикации ворованных материалов, не сомневаясь в собственном величии и достоинствах европейских ученых. А теперь расскажите дальше, пожалуйста. Ну, собственно говоря, истории тут конец, вот вышло описание, вот, ну буквально только что, я его даже пока еще не видел, но видел комментарии по поводу этого, поэтому у меня еще такая, ну, некоторые неудобства, я испытываю, чтобы полностью рассказать всю эту историю, вот, ну то, что вот, что знаю. Ну, вообще говоря, это не первая подобного рода история, там браконьеров в Монголии ловят достаточно давно, там существуют такие целые организации. Я помню, где-то лет 10 назад Монголии накрыли подпольную лабораторию палеонтологическую с динозаврами, вот, к сожалению, то, что-то оттуда поступает, вот, это же все лишено научных этикеток и ценность материала резко падает. А сами владельцы этого материала, они то ли не знают, то ли не хотят говорить, откуда этот материал происходит. И сразу материал становится ущербным, поскольку мы не можем точно определить местонахождение, возраст, ну и теряется большая попутная информация, которая сопровождает эти находки. Ну, понятно, почему решили возвратить, чтобы, так сказать, локализовать и, так сказать, легализовать украденный материал. Да, это, кстати, не первая история, вот, таких большая вереница, вот, еще и свежая история, таможенники монгольские остановили материал на границе, вскрыли, а там целая серия скелетов, авиарапторов, вот. Не описанных? Ну, может быть. Или уже дубли неких? Нет, может быть, уже известных, их довольно много, там описано видов авиарапторов, но находка интересна тем, что там довольно полные скелеты, причем в одной композиции составлено три скелета, при этом мы можем определить положение этих скелетов друг относительно друга, а это дает возможность и основание нам судить о каких-то элементах поведения. Да, но это очень важно, потому что мы будем впоследствии заниматься мозгом. И сейчас у нас небольшие, несколько, некоторые вставочки, пока приходят сообщения из нашей любимой темы. Так звучит панамская утка. Сегодняшние панамские уточки связаны с палеонтологической темой. Ну, например, значит, есть замечательная утка, то есть вроде бы как все хорошо, а в то же время немножко странновато. Это о том, что скелет аллозавра куплен для креационистского музея творения в Цинциннате. То есть, понимаете, нормальный полный скелет динозавра, аллозавра, хищник такой зубастый, очень похож на тираннозавра, но немножко другой. Это не одно и то же. Терапода и тираннозавра не совсем одно и то же. Был куплен для креационистского музея творения в Цинциннате, то есть там, где музей доказательства вне библейского происхождения жизни. То есть, не все очень серьезно, религиозный музей-то, а динозавра купили. Нет, полезные вещи, если бы у нас какие-нибудь местные религиозные деятели начали бы строить креационистский музей с аллозаврами, я был только в восторге, потому что все-таки какое-то образование при этом происходит. Но ужас заключается в том, что этот скелет использует, причем Эндрю Снеллинг, который директор этого музея, для доказательства как раз божественного творения. С его точки зрения, все произошло 4,5 тысячи лет назад и быстрое захоронение этого аллозавра, у которого сохранились там некоторые следы сухожилия, он говорит, что это вот предмет того, что он быстро захоронился и никакой истории палеонтологической не было. Значит, вот такая странная вещь. Но есть у нас и старая утка такая жирная, палеонтологическая, развесистая, которая существует много лет. Это она связана с происхождением птиц, потому что во всем мире считается, и это, так сказать, больной вопрос, как для многих западных исследователей, так и для некоторых наших продолжателей, которые любят поболтыхаться в парадигме западной, так, чтобы далеко от нее не отплывать. Значит, о происхождении птиц от динозавров. Так вот, есть статья, они очень несвежайшие, но тем не менее, двух авторов, Стивена Черкаса и Алана Федучча из США, который просто так и называется статья. Происхождение птиц от динозавров опровергнуто. Они описывают новый вид скансиоптерикса и говорят, ну, это более примитивный, чем архиоптерикс существо, и говорят, что это не динозавр. Вот какие там подводные камни, связанные с идентификацией общего родства динозавров и птиц, насколько они действительно близки, и насколько, значит, мне нужно чувствовать себя, как бы так сказать, в опасности, когда мой попугай, который живет у меня 30 лет, засыпает у меня на груди. То есть, как мне надо беспокоиться, насколько он динозавр, или все-таки это не совсем то. Ну, тема очень такая непростая, там за несколько минут оставшихся вряд ли я могу ее хоть как-то раскрыть. Вот, существует на этот счет большой спектр разных мнений, но доминирует сейчас представление о том, что птицы произошли от динозавров. Это так. Хотя вот некоторые ученые ипотируют общественность научную и обычную тем, что вот птицы произошли от кого-то другого, но не от динозавров. Ну, я думаю, что и то, и другое крайность. Вот. Ну, мне так представляется все-таки, что птицы, динозавры, родственники, это вот то минимальное, на что мы можем согласиться, и то, что вот нам дает материал, что мы можем доказать материалом. Птицы, динозавры, родственники. Здесь еще есть одна такая опасность. Я вначале говорил о том, что определение динозавров дать очень сложно. Вот, если мы будем иметь динозавров всех, то мы можем запутаться. А есть динозавры такие птицеобразные, наиболее такие организованные, тераподы, вот, птицетазовые динозавры, у которых есть двуногие представители. Ну, вот, можно о таких динозаврах говорить, что они более близкие родственники птиц, чем все остальные. Ну, говорить о том, что птицы произошли от каких-то конкретно именно, от определенных каких-то видов динозавров, тоже некоторое преувеличение, поскольку, если мы там, так вообще-то они очень похожи и в деталях, но не во всех. Вот. В частности, вот, строение мозга показывает на существенной противоречии. Вот, динозавры птицеобразные, но по строению мозга это рептилии, причем очень примитивные. Ну, это, наверное, следующий раз. Это мы в следующий раз будем разбирать, потому что у нас сегодня такое введение, как бы, в тему. Действительно, мозг дает многие ключи к пониманию эволюции динозавров, о которых мы будем говорить в следующий раз. А сейчас хотелось бы еще отметить несколько, задать нескольких вопросов. Вот, как дела обстоят с мелкими динозаврами, о которых, вот, считалось, что их было мало, что динозавры все же ведь смотрят фильмы, обращают внимание на гигантских существ, которые преувеличены в киношных сюжетах, причем во много раз преувеличены. На самом-то деле, высота того же тираннозавра какова была примерно? Ну, ну... Или торбозавра монгольского, там, примерно? Ну, примерно два, два с половиной метра в холке, но если дорисовать голову, ну, максимум метр три, наверное. Ну, трехметровое существо, а не гигантский, который растаптывает автомобиль одной лапой. Ну, это если поставить в такую научную позу, потому что раньше позы были другие, когда их старались вытянуть вертикально. А, чтобы был большой, да? Он казался большим, да, тогда пять-шесть метров, но если все-таки их привести в некий современный научный стандарт, то, конечно, меньше будет. Ну, правильно, мускулатуру надо учитывать. Нет, тем не менее, были очень крупные динозавры, по-видимому, были и многометровые, если речь о завроподах вести, то там были гиганты очень тяжелые, очень большие, очень высокие временами за счет длинной шеи. Но они, наверное, не были наземными, или считается, что все-таки могли быть при таких массах? Ну, вот американская палеонтология говорит о том, что они были больше наземными, но они ушли от точки зрения, когда таких гигантов рисовали такими полуводными, что ли, существами. Вот, а истины где-то посередине были и такие, и такие, в общем, они были разные. Но среди динозавров мелких форм было тоже очень много. Я думаю, что именно мелкие динозавры и были преобладающим форматом среди динозавров. Причем некоторые группы динозавров, о которых не очень хорошо известно, вот, они гигантских форм не сделали или не успели сделать. Вот, ну, сейчас я имею в виду, например, альварозавров, такая специальная, как бы, по моему мнению, группа, среди которой гигантов и не было. У меня такой вопрос. У нас существует среди, в том числе, у школьников, иногда задают мне вопрос, такое представление, что вот, мол, для нашей ящерицы сегодняшние, это такие следы от динозавров. Как-то они существовали параллельно, вместе, или одни стали следствием других, потому что, говорит, вот они измельчали динозавры, стали ящерицами. Ну, понятно, что это не совсем так. Нет, ящерицы – это отдельное направление эволюции. И давно они, вот, отделились, то есть, это рептилийная группа большая, существовавшая параллельно с динозаврами, или... Да, да, это параллельная группа. Динозавры и их родственники – это начало мезозоид, риаз, 200 с лишним миллионов лет. Вот ящерицы, видимо, и их родственники, а это ящерицы, змеи, готерия, всем известно. Вот эта линия, она тоже рано обособилась, и существует вот до нашего времени. Ну, правда, вот ящерицы появляются самые древние, это средний юра. То есть, это больше 200 миллионов лет, да? Нет, меньше. Меньше. Ну, это то, что данные палеонтологии конкретно дают. Может быть, они более ранние, хотя я сомневаюсь. Вот, и ящерицы – это отдельная группа с отдельной радиацией, со своими, так сказать, особенностями строения, распространения, с биологией. Вот, они родственники динозавров, но очень дальние и более низкоорганизованные, видимо. Ну, как, например, если сравнить и ящерицу, и крокодила. Вот, там хотя бы одна кровеносная система, чего стоит у крокодила, ведь почти четырехкамерное сердце, чего у ящериц и их родственников змей нет. Да, ну, там у крокодила оно практически четырехкамерное, потому что такое движение, гидродинамика, что разделяются потоки, почти четыре камеры. Здесь дело в том, что очень много вопросов приходит разнообразных, связанных с тем, а зачем нужна эта вся палеонтология? Некоторые предлагают просто заменить это все молильными домами и успокоиться. Значит, хотелось бы рассказать, а вот как те же самые представления о ящерицах дали информацию, насколько я знаю, очень большую, очень интересную, о той же самой динамике изменения континента в далеком прошлом. Да, да. Они могли бы чуть-чуть подробнее рассказать про это? Ну, не только ящерицы и динозавры об этом. Ну, вообще, палеозологическая информация. Да, это очень интересно. Ну, вот известно, что когда-то в Триасе существовал огромный единый материк Пангея, который включал все современные континенты. Потом эта Пангея треснула, разделилась на северную и южную часть, потом эти северные и южные части фрагментировались, и в течение мезозоя происходил такой трансфер. Тренд на разделение континентов. В конце мезозоя почти все континенты были изолированы друг от друга морскими проливами, а в течение кайнозоя они опять стали собираться. Ну, вот то, как, в какой последовательности происходило разделение, в какой последовательности происходило собирание, представляет интерес для палеонтологов. И они могут это все вот реконструировать. Вот в том числе с помощью ящериц можно, например, понять, что Центральная Азия в течение мезозоя несколько раз соединялась и разъединялась с Северной Америкой. Вот, а теперь можно себе представить, что тираннозавры есть в Северной Америке, тираннозавры в виде торбозавра есть в Центральной Азии. Значит, эти динозавры могли ходить из Северной Америки и Азии по сухопутному мосту, который периодически возникал. Ну, там, правда, между этими мостами были большие перерывы, но, тем не менее... То есть, обмен фауны был? Фауны, да. И было, кроме всего прочего, достаточно тепло. Ходили они через Берингийский мост. Сейчас он довольно холодный, поскольку северный, но без Азии было в целом тепло. Вот, и для рептилий это не было препятствием. Понятно. Еще один вопрос такой, значит, раз мы можем так реконструировать с помощью палеонтологического материала. Вопрос еще один. Относительно, собственно говоря, причин вымирания динозавров. Потому что, считается, американцы очень любят рассказывать о том, как прилетел метеорит огромный, взорвался и все. Ну, это у них религия такая, они любят протестантов, чтобы какой-нибудь ужас был. И описывают, как бы, исчезновение динозавров чуть не одномоментное. Как с этим дело обстоит в реальности? Потому что ни метеориты, ни большие вулканы, естественно, уничтожить такое количество животных за кратчайшее время не могут. Как дело было на самом деле? Что говорит палеонтологическая летопись? Ну, скорее всего, про вымирание динозавров мы мало чего знаем. И этим, собственно говоря, пользуются всякие фантазеры. Вот. А так, что можно сказать? Вот динозавры как появились в палеонтологической летописи, еще 200 миллионов лет и больше тому назад. И среди них появлялись новые группы, они вымирали, потом какие-то новые группы еще появлялись. То есть, процесс вымирания и появления, он сопровождал эволюцию динозавров с самого начала. Вот. То есть, это долгий процесс, это неоднозначно. Ну, тут еще надо себе представлять, что этих вымираний могло быть довольно много. И полному исчезновению динозавров предшествовало не то вымирание, про которое мы говорим, оно было в самом конце мезозоя, а еще было несколько малоизвестных, о которых, естественно, и меньше говорят. Ну, просто они малоизвестны. Но они были, и это все тоже каким-то образом сказалось на состоянии биоразнообразия, потому что вымирали ведь не только динозавры, вымирали и ящерицы, и другие группы животных. Но вместе с тем какие-то группы появлялись. Но в какой-то момент динозавры вымерли, а появились уже не динозавры, а пошла эволюция млекопитающих. У нас здесь есть вопрос, звоночек, дай вас слушаю. Здравствуйте. У меня такой вопрос. В одной околонаучной книге я читал, что на динозаврах природа отрабатывала центральную нервную систему. Вот через рептильную часть мозга передается сигналы центральной нервной системы на мозг. Да, я понял. Значит, это вопрос ко мне. Значит, да, на рептилиях много чего отрабатывалось, в том числе у них возник и закладка наокортекса, о котором я говорил, о котором мы думаем, собственно говоря, и сейчас с помощью его общаемся. Да, у рептилий много чего было, но это уже настоящий позвоночный, все структуры у них не есть. Но дело в том, что не все структуры, через которые мы получаем сигналы в кору головного мозга, нам достались от рептилий. Ну, например, там у нас идет переключение в кору через латеральные и медиальные коленчатые тела, кое-что там с хиазмой. Эти ядра есть у рептилий, но такой надстройки, как у человека, у них нет, поэтому нельзя говорить о том, что уж мы полностью получаем всю информацию через рептилийные центры мозга. Таким образом, мы сегодня такую осуществили вводную передачу о рептилиях. Для того, чтобы понять, как работает их мозг, мы будем на следующий раз, на следующей передаче разбирать подробности, детали их эволюции. А сейчас до свидания, переходим к новостям. Продолжение следует...